Скульптур Воспомнил Скажешь им хочу Хочу в кавалерию Прошу тебя, папа, береги мрамор Я не беспокойся Кавалерия у тебя в крови Береги Вы сын командира Кавалергардского полка Пусть это учтут Мурки Не нужно продолжать традиции А по-русски мрабор не трогай Ах да, самое главное Женщинами не увлекайся Из-за них было проиграно немало воин А на Западе Европы они особенно коварны Баба, не Россию гасить не забывай Лошади относись к любовью Не забывай, чей ты сын не опозор ими не арестай Генерала слушайся Ах да, мой мальчик Омни у тебя радикулит Иссистенция на цит тёплей билёх Ви чонту радикулит Ви чонту радикулит Ах да, с кавалерии Ви чонту радикулит Лев, Рэп, Пума. Поговорим о Пантере. А Пантере, как вы говорили, в прошлый раз Пантера во все века не изъявила ни малейшего желания сближиться к человеку. Требе, нынешние учителя не имеют ни малейшего представления о том, что написано в этих книгах. Этим фолиантам, Моншер, более ста лет. Да, конечно. Вот, а теперь мы с тобой поговорим о слане. Слон верный и преданный друг человека. О, Боже, не преданный, а преданный друг человека. Из его пивней делают замечательные бильярдные шары и сапельные шукай. Папа, дорогой мой. Папа, дорогой мой. Мальчик мой, наконец-то. Пепенья, ты отлично выглядишь. Да что говорить обо мне, как ты, а? Да ничего. Да, Евгений, то есть заур, ружье, ружье скорее. Заур, заур, вернись. Выстрелы я и на фронте наслужился. Да, да, мой мальчик. Пепенья, вот мы опять вместе. О, Боже, даже не верится. Заур, ружье? Нет, ружье, отставить вино. Попроси пять, нет, пожалуй, шесть литров скажешь, что я завтра к нему зайду. По дороге не пей. Ну вот, ты приехал в отпуск, мой мальчик. Совсем пепенья, но... Дай-ка руку. Чувствуешь? Что это у тебя? Кости не хватает. Граната попала, хорошо не взорвалась. Ах, не достраивайся. Но это бывает, значит, порох сырой попался. Ну и слава Богу. Главное, что ты жива. Вместо кости мы сделаем платиновую пластинку, когда кончится война. Ладно. Значит, не уедешь больше, ты мой герой. Ну почему герой? Герой, герой. Ме комплиман. Ха-ха, явился. Пери, пойди к нам, Пери. Неденько пропадал. Ух ты, безобразник. Агуль вернулся, Пери. Я Агуль, что ставлю? Оставь его, он у меня совсем одичал. Подлец. Представь себе, иногда где-то достает натуральные дефштейцы. У него самое изысканное меню. Боже мой, что я тебя держу во дворе? Идем наверх, Агуль. О, что это у тебя тяжелое в мешке? Консервы и сахар. Пайок из госпитала. Хвалю, хвалю. Слушай, как тебе не стыдно. За столько времени хоть бы одно письмо написал. Да как-то так. Ах, как-то так, как-то так и не стыдно тебе. Ну ладно, Пебеня, не сердись. Буду сердиться, буду. Да не плачь ты. Хочу плакать и буду плакать. Вот. Молодец, Пебеня, что не продал мрамор. Мрамор, мрамор. Кому он тебе нужен? Кто его купит? Однажды после боя ночью мне пришла в голову отличная мысль. Из этого камня я сделаю весну. Пардон, весну? Раннюю весну. Представь себе стройного юношу. Он будет стоять вот так. Руки подняты к небу, а глаза устремлены вдаль. Хм, весна. Глупая затея. Господи, когда ты наконец станешь серьезным? А что, мне не работать? Работай. Работай. Разве я тебе мешаю? Но, друг мой, сейчас не время делать ангелов, серафитов, собачек и кошечек. Сейчас нужно... А ты без меня поддерживал порядок? Да выслушай до конца. Ну? Вот кончится война. Мы, безусловно, победим. Тогда можешь делать все, что угодно. Хочешь весну, осень или даже... Вот. Может быть, ты и прав. Еще бы. Разумеется, прав. С весной придется потерпеть. Война, война. Да, да. Ну, раз ты демобилизован, у тебя есть все основания жениться. Да, да, да. Должен тебе признаться, что мне крайне надоело стирать, гладить и варить так называемый обед. Ну, ведь устал, устал, мой друг. Вот так. Ох, быстрее, быстрее. Черт, холод какой. Увы. В постель, в постель. Опа. Ух, боже. Найди себе добрую жену. Ну, постарайся жениться на красивой. Вот. И грациозной. На грациозную женщину смотреть приятно. Пусть она будет врач. Терапевт предпочтительно. Порядочная. Тихая. Из хорошей семьи. Порядочный. Тихий. Грациозный. Терапевт. Из хорошей семьи. У нас в городе Дмитрий Голованев. Эх, умер, бедняк. В очереди за хлебом умер. Что ты говоришь? В очереди, да? Ну, да, да. Хороший был старик. Жаль его. Ну, хватит заснет. Ты, наверное, устал с дороги. Да, устал. Спокойной ночи. Терапевт. 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 Товарищи! Товарищи, внимание! Объявляю перерыв до 15 часов. Желающие могут воспользоваться этим временем и собрать в горах вседобную траву. Пхали! Для собственного хозяйства. Одну минутку, товарищ майор. Слушаю вас. Я полагаю, что в этом месте тот с тактической точки зрения неуместен. Что вы скажете по поводу радиуса обстрела? План утвержден городским штабом самообороны. Требен, но тем не менее, как бывший полковник, честь имею представиться. Бывший полковник его величества, лейбвардии кавалергатского полка Пипиния Ристави. Байор Хурцидзе. Очень рад. Итак, я говорил о том, ваше имя. Горрвиле. Ну, смошер Эрмиле. Дот неподвижен, поэтому имеет колоссальное количество минусов. Слушайте внимательно, это было в 1904 году в Порт-Артуре. Голубчик, один. Максимум твой эскадрон, и через это ущелье мышц не проскользнет. А танки? Позвольте мне, ваш венок. Да, с Норд-Оста танки, разумеется, не... О, Боже, какая красота. Да, танки тут не пройдут. А с Норд-Оста же... Да, скажите, Эрмиле, голубчик, как по-вашему пхали без орехов Сидобен? Эстидол говорит, да. Эй, поэт. Что? Чего? А эта дорога, как в его перекройке? Поверьте, друг мой, операцию по защите этой коммуникации я могу осуществить, прикоснувшись к любому камню носком моего сапога. Вот смотрите, голубчик. Так. Теперь вместе дорогу будем чистить. Не понимаю, зачем ты вмешивался? Стратег, кто тебя спрашивал? Это тебе не Порт-Артур. Сейчас другая война. Брось, цветы! Брось, цветы тебе говорят! Ты что же думаешь, мы в Порт-Артуре травку собирали, мальчишка! Война есть война! Я был строг с людьми, вот, и нежен с лошадьми, а ты же этого не поймешь! И вообще, встал меня покой, я хочу быть один! Эх, видеть я тебя не могу! Папа! Эх, щенок! Фалюкэ! Что за шум? Откуда лопаты? Что в сумке? Пхали! Пхали? Да! Трава такая, седобная! Гражданин, предъявите документы! Простите, товарищ милиционер, документов при себе нет! А вот вам фиалки самые ранние! Оставьте цветы и предъявите документы! Я же вам сказал, документов нет при себе! Тогда пройдемте в отделение! Я вам все объясню, товарищ милиционер! Я живу здесь рядом! Меня все здесь знают! Знают или не знают, а вы, гражданин, нарушили комендантский час! Вы арестованы! Пройдемте! Никуда я не пойду! Понятно вам? Я не вор, не дезертир, я скульптор! При попытке к бегству буду стрелять! Идите! Вот прилипло! Идите, не ругайтесь! Да в жизни я никогда не ругался! Уберите пистолет! И вообще я никуда не пойду! Вот так! И я за релья копии! Я устал! Я иду домой! Я хочу спать! Меня папа ждет! Значит, не пойдете? Никуда я не пойду! И его папа ждет! Болван! Я не болван! Я скульптор! Молчите! Понятно вам, я скульптор! Человек сознательный, с высшим образованием, скульптор! А вместо того, чтобы помогать милетию, нарушаете порядок! В комендантский час ходите без документов! Нехорошо! А какие у вас награды? Медаль! За что? За отвагу! Вот видите! Ну ладно, сейчас вы свободны, а после трех зайдете к товарищу Куридзе, в составе мафт, и тогда вы получите свои цветочки, травку и лопатки! Ясно? Ясно! До свидания! До свидания! Севушка, можно я вас провожу? Нам по пути! Нам во время дежурства гулять с местным населением не разрешается! Очень жаль! Товарищ милиционер, а как вас звать? Глаша! Точнее, Глафира Огурцова! А меня? Не забудьте! Огули и арестави! Все, хватит! Завтра начинаю работать! Присаживайтесь, Колбатон Катюан! Спасибо! А в чем мы можем быть вам полезны? Лично мне ничего не надо! Для меня все кончено! Ну? Я родилась в городе, вышла замуж в деревне, но мы с мужем часто приезжали сюда на спектакли, музыкомедии, он любил музыку! Не может быть! Ах, дорогой Савле! Да, все мы смертны! В этом трагедия человеческой жизни! Рождение – первый шаг к смерти! Вот! Муж мой был честный человек! Кузнецом работал! Не слыхали? Савле Саганделидзе! Он мог лошадь на плечи поднять! О, как же! Я его знал с детства! Удивительное лицо, Колбатон! Есть в нем что-то античное? Да, определенно! Я решила установить памятник на дорогой могиле! Конечно, за работу я вам уплачу! Сколько бы кукурузной муки мог употребить муж за год, то есть, говоря по-простому, сколько бы он мог съесть, столько муки я вам принесу! О, силач! Здоровяк! Для него эти двери были бы малы! Он очень любил вино! Любил повеселиться! Ох, гурман! Как он любил покушать! Да! Эпиния! Эпиния! Прошу прощения, Колбатуна Кэт-Иван! А, Дмитрий, Монами! Иду, иду! Мой друг пришел! А Гули! Ну, вы найдете общий язык! Эх, Савле, Савле! Какой был Кутила! А, наконец-то! Мой дорогой Евгений! Здравствуй, здравствуй! Вот придел невесту твоему Кэри! Ты меня совсем забыл! А, Аншанте! Какая прелесть! Как зовут? Ангелина! Ангелина, божественное имя! Имею в виду одного щенка, дашь мне! Уши от ничего стоят! Знаешь, Дмитрий, для собаки самое главное правило! А ну, покажи хвости, красавица моя! А, уши! Это не правило, а поэзия! Да ты посмотри, какая она виска ухая! Устапсовая! Ну, Дмитрий, спусти ее с ремня! Приготовь невесту! Начнем! Давай, давай! Перри, Перри! Ну, Перри, дорогой, иди, встречай гостю! Так, Перри! 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 Вернись, Перри! Ну, малыш, иди, представься своей невесте, не заставляй ее ждать! Боже мой, что с ним? Он меня позорит! Ты куда, Перри? Вот твоя невеста! Дмитрий, Дмитрий, отпусти же свою дутиняю! Ну, Ангелина, действуй сама! Древний греческий скульптор Прокситер был поклонником подобных норм красоты. Сгляните, Колбатону. Здесь, между глазами, вместо носа, можно поместить еще один глаз. Нет, что вы! Я хорошо помню, у мужа было два глаза. Что с тобой, первый раз, что ли? Не мешай, ты меня не согласна! Перри! Как удачно, что вы с этим предложением обратились именно ко мне. Я хотел создать нечто подобное. В духе греческого скульптора Проксителя. Надеюсь, воплощение образа вам понравится. Дмитрий, в нарды, что ли, нам поиграть, а? Я не для того, к тебе тащился в такой удар, чтобы играть в нарды. Разве стыдно сказать, что твой Перри уже вышел в тираж? Ну, за что ты так унижаешь Перри? Ты должен понять его, как мужчина мужчину. На пайке все мы. Все на пайке? И потом должен осознаться, что Евгения, то есть Ангелина, была слишком скромна. Многое зависит от женщины. Она должна была вскружить ему голову, увлечь его, взволновать. Укусить, что ли? Это же аллегория, кретин. Прошу. Спасибо. О, колбатунка Тыван, вы уже погидаете нас? До свидания. Извините, не смогу проводить. Пришел мой близкий друг. У него ко мне важное дело. Мое почтение. Значит, я кретин, да? Какой материал вы предпочли для памятника? У вас там стоит красивый белый камень. Мой белый камень? Да. Это не в духе вашего покойного супруга. Я думаю, савля в железобетоне будет выглядеть лучше. Я буду счастлива. Дмитрий Константинович. Между прочим, 200 рублей тоже деньги. Из Воронежа в Астрахань. Из Астрахани на баржу в Баку. А из Баку в Тбилиси. Беженцев везде полно. А потом сюда послали, в милицию. Хотите ли, живы? Были, живы. А где вы сейчас живете? Нам вагончики оборудовали. Эвакуированных много. Но к нам гражданским нельзя. Нет, я просто так спросил. Вот вы, скульптор. Да. Скажите, только честно. Угу. Что легче творить? Людей или зверей? Творить зверей как-то не приходилось. Я в основном в людей. Что эскадронные лошади тоже должны принять участие в торжестве. Им тоже даем водки. В то время, когда господа офицеры пили барюмочки, лошадей поили ведрами. Уверяю вас, Клофиро, что это не выдумка. Да так напоили, что лошади с непривычки потеряли всякий удержь и мчались, как бешеные. И на следующий день отказались нести службу под предлогом головной боли. Вычитал где-то. А товарищ милиционер, правда, подумает. Подгон океан, извинения. Нас сегодня хватит. Ну вот. Прошу. Ну я пойду. Что вы, без чая я вас не отпущу. Разрешите. Правда, чай с сахарином. Но все же чай. Какой камень большой? Это не простой камень. Это пороский мрамор. Он из Греции. Из такого мрамора ваяли древние греки. Мой учитель, который подарил мне этот камень, советовал. Смирок, я пока подумай, пока первый раз ударишь по нему. Камень, не глина, отломаешь, не прилепишь. Но, наверное, вам все это не интересно. Ну что вы, очень интересно. А вы знаете, что говорили древние греки? Сам Зевс всемогущий спустился на землю, чтобы Фиджи образ его извоял. Или Фиджи побывал на Олимпиаде, а? Ой, как страшно. А вы знаете, из этого мрамора я хотел висеть фигуру юноши. А сегодня я понял, что из этого камня сделаю белую девушку и назову ее Северное Сияние. У нас в школе спектакль ставили. Я Печорина играла. Печорина? Да. У нас с ним был один признак породы. И у него, и у меня светлые волосы, и темные брови. А что? Действительно. Моя душа не каменистая почва. И если на нее падут благодатные дожди, она взрастит цветы невиданного счастья. У меня тогда это хорошо получалось. Сейчас прекрасно получается. Даже аплодисменты были. У нас режиссером был учитель по физкультуре. И он всегда мне говорил, Глаша, пойми, Печорин эгоист, но он страдающий эгоист. У меня усики были. Интересно. Ой, как давно это было. Мне у вас очень нравится. Здесь очень красиво. горячее. У нас здесь немножко дует. У вас коленки. Очень красивые формы. Это что, комплимент? Нет, факт. Нет, не факт. Нет, факт. Нет, не факт. Не говорите так о Гуле, прошу вас. Лучше спойте что-нибудь. Соликон. Клафира. Лапонька. О, пардон. Океан, извиняюсь. Ух, супкин сын. Весь в меня. Ну, вот. Эх, салат Оливье, ляпчики, а на третьей пульман. Где вы, где вы, не видно, Сергей. А сейчас разрушите мне представить вам полномочную комиссию районного комитета соцобеспечения, которой поручено осуществлять заботу об артистах. Георгий Пестунидзе. Товарищ Хамашуриидзе. Товарищ Хведелидзе. Товарищ Тевдорадзе. Но Шливан Тевдориани. Наш новый вахтер. Я захватила его пятым, чтобы комиссию сделать нечетную. Ага. Товарищ Тевдориани. Теперь начнем. Есть. Ну? Валя. Прошу прощения. Будьте добры немного отойти. Монументальную скульптуру лучше смотреть с дистанции. Пардон. Извините. Вот. Нам доложили, что фигуры сделаны голыми. Быть не может. Кто вам сказал? Это возмутительная инсинуация. У нас враги, Баттон. Враги. Сами не живут. И нам не дают жить. Успокойтесь, уважаемый. Товарищи. Мы сейчас имели возможность убедиться, что монумент вполне благопрестоин. Спасибо. Заставим акт. Ах уж, эти люди искусства. Без женщин ваша жизнь не жизнь. Пишите. Принимая во внимание трудности военного времени, компетентная комиссия считает не своевременной установку монумента работы молодого скульптора. Перестави Агули Пипеневича. Это циркуль Леонардо да Винчи, Баттон. Ваше настоящее имя Пипене, да? Да, совершенно верно. Пипеневича. А также рекомендует означенному скульптору подработать отдельные детали. Скажите, что у него с глазами? Он слепой? Ох, это же Сократ. Его не Агули лепил. Старинная работа. Времен беспросветной темноты. И постановляет в качестве аванса выдать ему продуктовые карточки литера Б, а также два кубометра дров. Баттоне Евгений, то есть Георгий, это очень мало. Торгуетесь? Три кубометра дров. Теперь прошу всех расписаться. Вот. А, Калбатанкетаван, мое почтение, счастлив вас видит. Я только провожу товарищей и буду вашим услугам. Агули. Здравствуйте, Калбатанкетаван. Здравствуйте. Пожалуйста, сюда. Пожалуйста. Бонсуар, Баттон Георгиевич. Счастливо. Сначала я вас хочу познакомить с друзьями моего Савле. Завптицы фермы Апекси, библиотекарь Алекси. Здравствуйте. Бакоси, его сын Амброси. Начнем. Подержи-ка. Так. Вот и начнем. Забываемся, Савле. Вот. Что они с тобой сделали, ненаглядный мой? Вай, 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 вай. Сбрыли усы, оголили, выставили на позор. Я этого дела так не оставлю. Нет. Калбатанкетаван, уважаемый Калбатанкетаван, не плачьте, ради бога, мне больно видеть ваши слезы. Мой сын, как все талантливые люди, лентяи, но теперь даю слово, я сам займусь этим делом. Клянусь честью. О, Боже. Ох, огули, огули, тоже мне прокситель. Клянусь честью. Клянусь честью. Клянусь честью. Товарищ сержант. Обурцова? Почему не на дежурстве? Приступаю к дежурству в 18.00. Это он? Смотри, это до добра не доведет. Он очень одаренный скульптор. Отдайте цветы и садитесь в колеску. Слушаюсь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ По-моему, похож. Похож, да? Усёный как будто похож. Конечно. Только там. Только вот тут вот. Уважаемая, вот этим. Спасибо. Вот так. Вот так. Сразу видно, что вы лично были знакомы с незабываемым Евгением. То есть Саввле. Саввле, Саввле. Какой благородной личность потеряли. Как он любил покушать. Как по-двоему рубашка. Рубашка была точно такая. В правом кармане носить деньги. В правом кармане... Только уголки надо закруглить. Вот так. Я ведь помню. Сама шею. Ох, как ему шла эта рубашка. Забыть не могу. Вносите. Погресси, погресси, месье. За мной, друзья. За мной, за мной. Прошу вас сюда. Вот здесь и складывайте. Вот здесь. Молодцы. Валюк, валюк. Вот. Огурин, приезжайте ко мне в гости. У меня хороший виноградник. Вы бы очень понравились моему дорогому Сауле. У меня под подушкой револьвер. Напрасно нам не взяли ружье. Не говори глупостей. Она одна? Да, учитель. Сау, иди меня на этом месте. Я скоро вернусь. Будьте осторожнее, учитель. Прости, Глашенька, что так давно я не приходил. Я делал эскизы для северного сияния. Ты понимаешь, как теперь будет нам трудно? Огурин, давай не будем говорить об этом. Почему не будем? Мы должны быть откровенны. Ты так молода. Я не устроен. Время-то военное. Ты только восемь классов окончила. У нас все еще впереди. Ну, что ты волнуешься, Огурин? Я же от тебя ничего не требую. Ты занимаешься спокойно своим делом? Я же понимаю трудности искусства. А воспитание детей дело женское. Клаша, милая моя, мы были бы счастливы с тобой. Но Пипинья, Пипинья, такой старомодный, с предрассудками. Он есть традиция проклятого прошлого. Ага. Это, конечно, глупо. Но Пипинья говорит, что ты князь и должен зиниться на княжне. Это он говорит, не я. Слышь. Что это такое? Что он хочет? А врач что сказал? Сказал, двое будет. Мальчики. Почему двое? Какие мальчики? Кто его спрашивает? Успокойся. Пей. Врача. Завтра же пойду в военкомат. Пусть на передовой поштут. Иди, иди. Плачкин скульптор явился. Это не я, это он. А, дитёк пожаловал, пиалочки надел. А с этим что мы будем делать? Я тебе покажу северное сияние. Я тебе пошу. Говорили, надо было взять ружьё. Скорее, предатель, скорее. Догоняй, вот они нас. Смирно! Уравнение на середину. Товарищ майор. Рядовие, уходящий декрет два шага вперёд. Шагом марш! Крупко! Тодува! Огурцова! Оружие сдать в дежурную. Далее! Во! Шагом марш! Далее! Смирный. Оружие в дёсток. Шагом марш! Оружие! Если дальше будет так, придётся просить пополнение на точно, товарищ начальник. Осторожно, осторожно, ради Бога. Ох, как жаль, что не захватил их ружья. Известное дело, невесту без выстрела не ведут. Вот. Ты смотри, Глаша, если что, прямо ко мне. Ясно? Ясно. Товарищ сержант, просим вас по кости Немировича Данченко, дом 23. Заглянем как-нибудь. Немировича Данченко, дом 23. Ну, доченька, в путь, дорогу. Спасибо. Желаем тебе счастья, Глашенко. Будь здорова, береги себя. Глашенко, зови меня просто папа. Хорошо, дядя Пепень. Ваш союз, кроме всего прочего, имеет еще один плюс. Акулий отшлифует свой русский язык. Вот. Ах, да. Чуть не забыл. Акулий просил передать тебе вот это кольцо. Оно дорого нам, как память, пожалуйста. Его носила мать Акулий. Моя незабвенная супруга Тамуния, царство ей небесное, награбывает. Уже небо осенью дышало, уже реже солнышко блистало. Прошу. Тамунинка меня обожала, она по мне с ума сходила. Ты думаешь, я не любил ее? Я жить не мог без Тамунинка. Но жениться страшно не хотелось. В этом Акулии весь в меня. И ты знаешь, чем кончилась эта история? Грегиня похитила меня, выкрала пьяного. Вот. Это был беспрецедентный случай. Увы, потом она горько и долго жалела. Как ты думаешь, Клашенька, Тамунинка умно поступила? Доченька, что с тобой? Не надо плакать, не надо плакать. Акулий любит тебя. Это он послал меня. Он был немножко шокирован поведением твоих подруг. Черт, какая скверная погода. Тебе ни в коем случае нельзя простужаться. А мальчик так нервничал, переживал. У него даже голова разболела. Я вам вступлю в свою большую комнату, а сам пойду на фронт. Наша скромная обитель искренне принимает вас. Акулий! Наш дом, ваш дом. Будь благословенна, новая семья. Живите долго. Будьте счастливы. На счастье, на счастье, без афа. Восьмого мая 1945 года в Берлине... Виктория, Виктория! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ядовая Огурцова, не забивайте супруга. Суприца. Пардон, океан, извини. Прошу вас. Микрепарь. Суприца. Медам, месси, давайте выпьем за победу советского оружия. Так, да здравствуй, девятая моя. Вот, лидия спадает только на секунду. Ах ты, офицеры-аристали, все солдаты, молодцы. Берри, что с тобой, дорогой? Эй, люди, на помощь, на помощь. Ну, дурно, не покидай меня, друг мой верный. Что с ним? Принесите стакан воды. А вот не только наш. Наши аптеки, скорей! Глажченко, как пожелаешь? Глашенька, покажи наших мальчиков. Они сейчас спят. Ну, такие хорошенькие, хорошенькие. Беленькие, беленькие. Ого, белые. Поздравляю тебя, милые. Как назовем? Отец еще решил. Ой, как здорово, почти что Глаша. Ну, конечно. Ну, как вы там без меня? Эх, скучаю, доченька, без тебя. Что едите? Кто стирает? Пипинье стирает. Да, иногда забавляюсь по вечерам. Благослови Бог твои руки, Агули. Ты оживил моего Жоржика. Как он похож. Благодарю вас, Патонно Пипинье. Пожалуйста, не стоит благодарности. Пойдемте. Осторожно. Ах, мэри, куда вы ушли в тот вечер? Сколько я вас дал голубого фонтана? Вот. Агули, не обижай меня. Не обижай. Ты почти вернул мне шасси. Ты оживил моего Жоржика. Спасибо. Эти деньги тебе пригодятся. Ты теперь не один, у тебя же дети. Глашенька. Какие они, Глаша? Ну? Опять двое беленькие-беленькие. Да? Опять белые? Да, такие хорошенькие. О, молодец, Классира. Ну, еще раз поздравляю. Мамочка, мы варене снесли. Спасибо, сынок. Пипи, вытри нос. Пипи, все время. Как назовем? Как назовем? Да. Торнике лаше. Один лаше есть у нас. Опять лаше? Ох, боже, неужели у меня склероз? Торники цотные. Вот, да-да. Торники цотные. Конечно. Красиво. Торники цотные, они же исторические. Наталья, осторожно. Ну как, попозь? Дайте дорогу, дайте дорогу. Да. Спасибо, спасибо. Не за что, не за что. Может, выпей по стаканчику. Помянем плату. Что ж, можно. Мама! Квашенька! Гамарчев, мои дорогие! Пять кило! Черный-черный! Наконец-то! Очень черный! Как уголь! Такой горлазкий! Еще раз поздравляю, друг мой! Спасибо, сынок! Поправь штаны! Как назовем? Конечно, Аким! Память твоего отца! Вайми! Спасибо, пап! Как я рада! Я тоже! Значит, Аким! Конечно, великолепно звучит! Аким, арестави, арестави, Аким! Опять этот несносный Аким! Уберите его, а то я за себя не ручаюсь! Что здесь происходит, я спрашиваю! Где мой ремень? Это же бандиты! Убирайтесь! Убирайтесь сейчас же! Альюрум, три креста, марш-марш! А я тебе! Ух ты, безобразный! Пепине! Погоди! Поймай уши на биру! Нашли место в ловитке играть! Вы меня в роп в гоните! У меня катастрофически подмелось давление! Невозможно, невозможно! 200 на 120! Глаша, дитя моё, остался на минуточку этот фолиан! Нашли, где место играть! А ну-ка вон отсюда. Для вас тут я настирала. Вон отсюда, дурак большой. А ты где спрятался? Ну-ка выходи. Тоже мне подружку нашел играть. На, вот тебе. Вот тебе. Вот черный. Стакан кемали, 300 грамм орехов. На килограмм баранина, перец по вкусу. Уф, ты за праздник. Я тебя сейчас. Стой, стой, говорю. Хальт, хальт. А, попался он, ты бессовестный шалун. Увидите тебя во двор. Поиграй с ними в кавалерию. Не мешай, я подниму. Уже целый день в кавалерию. Невозможно. У меня же гипертония. А у меня же страшная работа. Я же не успею закончить. Или я, или Аким. Убирайся отсюда. А ну-ка во двор. Шашкинагова, всадники за мной. Впульс, налево марш. Так, впульс, налево марш. Так, хорошо. Впульс, налево марш. Алёвам, за мной праздник. Продолжение следует. Что ж, что ж, что ж, граби? Что ж, граби. Продолжение следует. Учитель. Учитель, у меня консульта. Извините, дядя. Чего, отойди и не мешай. Ты посмотри, это разве моя Оля. Что вы с ней сделали? Нет, это не моя тёща. Глаза по-вашему похожи? Как будто бы. Ну, а теперь нос. Пожалуй, да. А подбородок? Похож. Да. Чего же вы хотите? Я тетя Оля хорошо знал, она здесь прямо как вылитая. А ну, пошли. Нет, все равно это не моя тёща. Ну, рассказывай, что случилось с тобой? Прошу вас, учитель, немедленно пошлите телеграмму. Сообщите Ушанге, что вы живы. То есть как живы? Что вы живы, а я ваш ученик, очень просто. Ты в своём уме, говори прямо, провалился на экзамен. Не попал, одного очка не хватило. В войне пять, рисунок пять, история три. Откуда я знаю, когда родился Пипин Короткий? Отдал Ушанге письмо? Конечно, отдал, а как же. Что он сказал? Что вас убили на фронте. Это ещё что за новости? Ну да, он говорит, раз вы после войны ни разу не выставлялись, значит вас нет в живых. Прошу вас, учитель, дайте ему телеграмму, что вы живы и здоровы. Поверьте, уважаемый, я ничего плохого не думаю о вашем сыне. Но, уверяю вас, рассчитывать на детей в наше время довольно трудно. Мои жулики, негодяи, ждут, пока я умру, чтоб сразу после похорон на мои кровные деньги купить себе Волгу. Да, Волга, Волга, мать родная. Мне стало известно, что у вашего сына имеется импортный белый камень. Да-да, греческий мрамор. Синтетический? Ну что вы, сугубо натуральный камень. Ах, да-да-да. Вот. Я всю свою жизнь работал и считаю себя вправе иметь на могиле достойный памятник. Совершенно справедливо. Глафира, где мой наследник? Куда он забрался, прокальник? Вот так всегда, тнем и ночью за работой. Скульптура, как вы знаете, требует адской работы. Да-да. Я привел гостя, это наш уважаемый Евгений, то есть аптекарь. Здравствуй, мой юный друг. Здравствуйте, уважаемый. Агулли Бонавентур очень хочет, чтоб ты высох его бюст из нашего камня. Из нашего камня? Он его купит. Ваш бюст? Море. Ну да, хочет поставить памятник на своей могиле. Черт возьми. Ты не ушибся, дорогой. Не беспокойся. О, Боже. Если я не ошибаюсь, вы не только живы, но и вполне здоровы. Я совершенно здоров и хочу загребить за собой ваш камень. Он мне нужен самому. Вы не сомневайтесь, мой друг, что и в деликатном смысле все будет в порядке. Пипения, я сказал, заказами на памятник и покончено. Я задуман большую работу. Этот мрамор понадобится для него. Пойдем в мастерскую. Куда пойдем? Мы с Клашей должны с тобой поговорить. Изберите Бонавентуру. Ничего, ничего. Успокойся, мой мальчик. Успокойся, мы всесмертные. Ты видишь, какой он бледный. Пардон, Бодон Евгений, пардон. Пардон Евгений, пардон Евгений. Я не могу только вас думать, я должен работать. Я не могу только вас думать, я думаю, работать. Агуль, что с тобой, что ты говоришь? Болзаешь, болташ, все в думы, шагу. Не мешайте, вы. Агуль, что ты чистогромный эгоист. Что? И это говорит мой отец? Да, да, да. Правду в лицо надо говорить. Погули, постыдись, посторонний человек здесь. О, если я правильно понял, вы хотите еще прийти, поставить себе память? Вот именно. Из порожского мрамора. Люблю белый цвет. Фасочек подобрали? С мечом в руках, верхом на коне. Или, может быть, с глянкой на затылке. Ну, выбирайте, не стесняйтесь, прошу вас. Эй, он пьян. Нет, я просто эгоист и себя любец. Огули, не забывай, кто твой отец. Что с тобой? Герой порт натура, который при отступлении обогнал своего же коня. Эх, до чего же люблю японцев? Гогиен, молокосос, молокосос, галант, галант, быстро! Смейся, смейся, отольют с кошки мышкины слезки. И ты брут, да? Ух, подолец! Дайте! Назад! Зарублю тебя, как пса поганого! Не даете работать? Ухожу. Навсегда. Деньги буду присылать, если заработали. Ой, я взрастил скорпиона на груди. Из-за него даже не женился. Упустил изумительные партии и хотел отдавать ему мачеху. Но теперь я женюсь непременно. Ой, 90-е. У этого негодяя превосходная семья, как и дети, ангелы. Аким, как тебе несут? Уберите этого подлеца! О, Боже! Прими мою дурящую душу! Ух! 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 Слава, Шаолек! О, Шаолек, ага не сто? Здравствуй, Шаолек. Здравствуй, дорогой мой. Ну, как ты? Хорошо, садись. Спасибо. Устал. Сложный образ. Да. Послушай, я бросил семью. Что? Обругал всех и ушел. Пипинью тоже? Пипинью больше всех. Молодец, герой любовник. Здравствуйте. Здравствуйте. Деньги есть? Миллион сто тысяч. Отдалжи трешку, а? Возьми, фиджагем. Только все не бери. Пятерку взял. Деньги, деньги. Шаолик, если ты не против, погиб у тебя немного. Постойте! Позвольте слово, не оправдание. Нет. Однажды как-то раз в Алеппо-сурокне, ордыний полный, потеряв рассудок свой, бил меня с сердцем и подосил сына. Тогда обрезанного пса за горло я схватил и заколол ее. А что? Вот так. Сегодня понедельник. Как будто бы. Следовательного спектакля нет. Зато есть идея. Блистательная идея. Пойдем на базар, купим огурцов, помидор, сыр эмеретинский, вино кахетинское, посидим и расскажешь, что ты натворил дома. Амбрадузо-медузо! Амбрадузо-медузо. Ретю, крас Koç sóт! Давай, погусяем, а? Прошу к столу. Прошу. Агуль? За нашу речку выпьем, за белые камни, на голубое небо и за нас. Знаешь, у меня странное чувство, будто это не я живу на свете, а кто-то другой вместо меня. Вот это вино. Но зовут его Агули Ристави. Уступим к сыру. С ним здоровьемся. Здравствуй, Агули. Здравствуйте, уважаемый. Какие вкусные помидоры. Как тебе лучше объяснить? Ну, представь себе, ты взял у товарища пиджак. Ну, и что? Старый рваный пиджак, который ему... В какое время пиджак? Нет, это пиджак не твой. Это пиджак его и дозит. Браться к черту этот пиджак. Философия твой пиджак. Я с тобой советую, Саня, философствую. Нет, ты философствуй. Кушай, пей, и пойдем купаться. Пайская ночь или утопленица. Амбредузо, медузо! Хопа! Шавлек. Да? Вот что я должен вырубить с моего камня. Это истинная апогея жизни. Апогея? Вот таких мальчиков рисует Пикассо. Все. Я вырублю его. Мальчик, почему не привезти? Брехотная натура. Боишься, мой мальчик, а? Да, дядя, боюсь. А ну-ка встань. Осторожно. Вздохни. Закрой глаза. Таких шарлатанов рисует Пикассо! Никогда не поверю! Защищайся, несчастный Немцович! Вот! М-м! М-м! Так... Площа! Землетрясение! Как и звуете, божьим астратура Пипиния? Надеюсь, теперь все в порядке? Зачем он здесь? Можете сказать. Он хочет взять вещи, конечно, если вы позволите. Папочка, что ты нам принес? Вон, 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 в комнаты! Пошадец мертв для нас! Расскажите, пожалуйста! Никто Лянчелло! Кинторенто! Адхап! На Паганини! Адхап! Без денег! 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 Пошли на свою. Ничего себе, одному прогуляться. Пока, дорогие мои. Целую. Дина. Здравствуйте, Диночка. Как живешь, Дина? Огули. Не будем тратить время. Я подниму скваши и сделаю официальное предложение. Огули, не делай этого, прошу тебя. Огули, не делай этого, прошу тебя. Значит, вот так будем бродить по улицам? Но ты сейчас пьян, ведь я должна их заранее подготовить. Э-э, никаких подготовок. Будем современными, дорогая. Огули, милый мой, успокойся. Да я тебе поцелую. Ну, пожалуйста. Дорогой мой. Знаешь что, приходи завтра утром и поговори с ними. Хорошо? Хорошо, только рано утром. Хорошо, рано утром. А сейчас я побегу. А, целый еще раз? Побежала я. Ах ты моя красавица моя. А почему завтра? Тогда можно решить все сегодня, а? Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Мои мальчики. Приветствую. Присаживайтесь. Не беспокойтесь. Наш папа. Добрый вечер. Как ваше здоровье, уважаемый? Ведите ее. Кто этот человек? А Гулия Ристави. Активист нашей библиотеки. Он очень много читает. Что ему нужно? Если позвольте, я все объясню. Правда, я позволил себе явиться несколько поздно. За что я, конечно, извиняюсь. То есть, приняшу свои извинения. Ладно, хватит. Лучше скажи, что тебе нужно от этой дурочки. Боже. Попрошу отнестись с должным почтением к моей дыночке. Ясно? Ты что, не женат, что ли? Да нет, он женат. У него уже пятеро детей. Разводите, как в инкубаторы. Опять вы мешаете, мам. Я никогда не выйду замуж из-за вас. Минуточку, я все объясню. Мы еще детского сада любим друг друга. Мы тебе покажем сейчас детский сад. Твой на одного? Твой на всех? Миндатый Крылья, и там нашим веном. Миндатый Крылья, и там нашли. Миндатый Крылья, и там нашли дыно Achana. Миндатый Крылья, и это не до греха, и там нашли же эмоции. И вот теперь не воротишь. За квартиру, за квартиру уплатил. Вода, за воду тоже. За электросвещение, о боже, какой стремительный бег. Глаша, взгляни, доченька, почему скулит перри? Ох, как трудно. Здравствуй, товарищ начальник. Попробуй. Так тебе и надо. Какая грязная вода. Наверное, два месяца не мылся. Закрой глаза. Хватит, не брызгайся. А Гули, у тебя есть знакомый кардиолог. А это еще зачем? Пипи не на сердце жалуется. Ну, спи, спи. Когда я умру, дети все мои вещи, новый костюм, даже штиблетки сдадут в комиссионной. Да что вы, никогда этому не поверю. Сдадут, поверьте. Да, на сегодня хватит. Пожалуйста. Очень хорошо. Осторожней. Вы знаете, я давно хотел перед вами извиниться. За что? Вот в тот день как-то получилось у меня нехорошо. Это пустяки. Что с пьяного спрашивать? Но все-таки я выглядел бы в мраморе еще величественнее, да. Мне белое к лицу. Но вы забиваете о своем профиле. Гранит подчеркивает его мужественность. А, кое, кое. А, ванико, ванико, да? Слушай, кто ты тут? Ну вот, дорогой, опять мы с тобой вместе. Простите, не узнал. Простите, но что-то не помню. Конечно, ты прославился, дружище. У тебя уже семья, жена красавица. Извините, пожалуйста, ваше имя? Менквея Глафира. По-грузински говорит? Прекрасно. Тебя как зовут? Осторожно, поставь пока на стол. Ну, а тебя? Отец твой не узнал меня, нет. Каким успокойся? Прекрасные дети у тебя. Ну как, не узнал? Простите, но что-то не помню. Агулик? Рад мой, дорогой. Володя я, Джинчарадзе. Володя. Да, в одном классе учились. Не помнишь, слева я сидел, у радиатора. Так, так, Джинчарадзе. Ну, конечно. Агулик, по делу я в тебе. А ну, подвинься, пожалуйста. Молодец, умница, Аким. Извините, пожалуйста. Мы, то есть весь наш класс, решили отметить 20-летие окончания школы. Соберемся через месяц. Будут все наши педагоги и, разумеется, супруги. Я к тебе через неделю забегу. Так сказать, по финансовому вопросу. Приятно. Кто прислал? С того стола. Ага. Слушай, это не Шавлек Сардаладзе? Так ведь он тоже нужен. Ну, значит, обо всем договаривались. Прекрасно. Ну, до свидания. Всего хорошего. До свидания, ребята. Слушайтесь папу и маму. Кто это? Понятия не имею. Угадай, кто я? А? Какой я, да? Тазо? А не говорим? Ну, вот, дорогой, опять мы с тобой вместе. Не узнал? Ну, конечно, узнал. Нет, не узнал. Ясно, известный человек. Заслуженный артист. Пьет шампанское. Заказывает шашлыки. Опять не узнал? Нет, не узнал. Шавлек. Брат ты мой. Ахтун! 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 Azен- Ахтун! Не дума, ахтун в дежурке. Да, ахтун в дюйме. Тамасен плит Katворк! Тамасен плит Katворк! Тамасен плитат! Тамасен плит квот! Нем수가 в employer. В установке clinic where нога не находят. Ахтун в думкеäg еще раз и угрозерили. Чоial tok она сама. Петрали! И подходите! Сидите, сидите! А теперь, дорогие друзья, встречаем наших любимых учителей. Ну, давайте больше любви, больше любви! Больше любви! Очень хорошо! Здравствуйте! Познакомьтесь, это моя жена. Очень приятно! Учтите! Ровно в 12 ждем! Не задерживайтесь! Остановитесь! Товарищи! Друзья! Есть идея! До банкета зайдем в большой зал храма! Там вас ждет сюрприз! Прошу, 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 друзья, прошу! Прошу, 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 друзья, прошу! Прошу! Вот вам дождь сюрприз! Дети, в школу собирайтесь! Петушок пропел дождо! Беру букварь я в первый раз, Дошу букварь просторный класс! Любит летчик самолет, Пулеметчик пулемет! Содержи ты в порядке парту, книжку и тетрадки! Прошу, друзья! Прошу, друзья! Сюда, учителя в президиум, а гости в импровизированную ложу! Висит, смертников! Вот 9,9! А я вот сидел здесь! Я сам маленький... Денис! 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 Мальчики! Отлично! Денис! Пулеметчуter! Не ночезанine! Поехали радостные с головой! Денис! Господин, NEYс! Слушайте старших! Будьте счастливы, мои дорогие крошки! Внимание, товарищи! Наш дорогой одноклассник... Володя очень рад и приготовил сюрприз. В чем он заключается, я не знаю. Когда впервые открылись перед нами все наши любимые девятые школы, вы были вот такими! Можно и мне вас поздравить. Вы друзья Агули, и я очень рада, что нахожусь здесь с вами. И могу поздравить вас. Но я очень обижена на вас. Почему вы к нам не заходите? Она просто прекрасна. Друзья моего мужа, мои друзья! Счастья вам всем! Браво! Дайте вашу ручку! Осторожно! Всяли! Ага! 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 Какого режиссера потеряли в лице Володя? Это колоссально! Замечательно! Ура! Володя! Колоссально! Ага! Не знаю! Спасибо вам! Не знаю! Агули! Ты помнишь этого Володи Ченчерадцева? Я тогда что сделал? А ты помнишь? Я? Я все помню. Спасибо! С талантливой, ребята! Он точно из нашего класса? Говорят, но я его не помню. Крик к нам! Дружие, дружие! Кто там? Кто там? Ага! 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 Порош. Ага! 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 В шалунишкам не шреват. В шалунишкам не шеват. В шалунишкам не шеват. В шалунишкам не шеват. Хочу всех по машинам. Есть же машины? Есть возможность. Садитесь, пожалуйста. Глася, иди сюда. Еле нашла. Иди сюда, не бойся. Ну, что ты тут? Я ищу Олег. После урага приходились сюда. Посмотри. Он часто здесь тренировал свой, знаешь, такой голос. Быть и не быть. Вот в чём вопрос. И он стал актёром. А я рисовал вот это. Вот ещё вот это рисовал. А Пепене говорит, иди в кавалерию. Я пошёл в Акадевию. Агули, пойдём домой. Пойдём. Уже поздно. Все уходят. Пойдём. Ну, дома посидим, поговорим. Пойдём. Остановите, остановите. Я тоже еду. В город, в город. Ребята, подождите, ребята. Остановите, прошу вас. Прошу, я с вами. Ну, подождите. Пойдёмте. Пойдёмте. Уже поздно. Ну, посмотри, нет никого. Ну, хорошо. Ну, садись. Вот мы с тобой остались одни. Пожалуйста, дорогая, пожалуйста. Вот, Клашенька, я хочу лепить один тост. Извини. Нам стол нужен. Ну, видишь, мы всех задержим. Ну, видишь, мы всех задержим. Впереди, пожалуйста. Обойдёмся без стола. Ну, ладно. Гаммар, Джоспи Пиняс. Ха-ха-ха. Грех не выпить за офицера кавалерийского полка. Очень. Из-за моих выпьем. Царство им небесное. Не надо, родная. Не надо. Скамейку можно? Скамейку да. Бутылку нет. Опа. Понравились тебе мои ребята? Очень, Огуль, очень. Хорошо время провели, правда? Прекрасно. Очень хорошо. Вот и всё. Да. Ну, пойдём домой. Домой? Пошли. Нет, нет, постой. Пошли, вот. Огуль, сюда. По этой дороге не пойдём. Это самая короткая дорога в город. Я из Шавлех. По этой дороге бегали здесь. Да. Ой, Огуль. Где ты меня видишь? Рай, да дай, да рай. Рай, да дай, да рай. Тут ноги можно не переломаться. Рай, да дай, да рай. Куда это не давали? А? Извините. Огуль. Внимание. Прошу присутствующих соблюдать полную тишину в художественном салоне. Дорогие гости, друзья мои, уважаемые товарищи, вы сегодня присутствуете на персональной выставке Огулья Ристави, известного скульптора. Приступаем к осмотру выставки. Приступаем к осмотру выставки. Но художник использовал железобетон, чтобы придать образу современности. И вот результат. Нос похож? Похож. Глаза похожи? Похожи. Глаза похожи? Похожи. Значит, все в порядке. А, Батонна Бонна. Батонна Бонна, мое почтение. Правда же, я такой памятник сделал вам, какой вы хотели иметь? Батонна Бонна умер? Нет, отдыхает в кисловодстве. Батонна Бонна, поверьте мне, вот вы никогда не уйдете. Пьянус. А что, он серьезно болен? Да нет, совершенно здоров. Хорошо, кого выпьем за нашего уважаемого аптекаря? А теперь о будущем. Ближайшая работа, которой приступает скульптор, это автопортрет. Портрет. Такс. Аугуль, мне страшно. Ух. Что это я? Ни с того, ни с сего. Разболтался. Сколько я наговорил, а? Даже горло пересохло. Да. Аугули, ты сегодня лишнее выпил. Ну, пошли домой, ладно? Пойдем. Я утомил тебя сегодня очень. Нет? Нет, геноцарь. Как нет? Я знаю, ты устал очень. А Гули, незаметно-незаметно, а уже сколько ты памятников сделал? Да. И с нетаром, говорится, телом мастера боится. У меня спросили основные качества камня. Я им сказал, камень это не глина. Кусок отколешь, не прилепишь. Ох, молодец. Чудесный ответ. Это Агули научил тебя? Безусловно, кто же еще мог. Мой сын почти гений. Он эрудит. А, наконец-то. Приняли в академию. Да, оправдал наши надежды Евгений. Молодец, мой дорогой парень. Спасибо. Они получили телеграмму? Да, конечно. Если б вы знали, как все обрадовались. Еще бы. Я буду в группе Бадони и Ушанге. Сейчас мне нужны вода, хлеб и камень. Собру садень. И буду работать над собой день и ночь. Если б вы знали, учитель, как много у меня отличных идей, прекрасных замыслов. Я за тебя очень рад. Спасибо. Саур? Да, учитель. Этот камень хороший. Ваш мрамор? Он замечательный. Да. Если бы он был мой, я бы сделал из него что-нибудь потрясающее. А ну-ка, пошли. Пепенье. Ну? Ярый. Пардон. Ярый. Достоин. Клашенька. У моего сына, как всегда, почти гениальные мысли. Так? Вот. А как же северное седение? Какое северное седение? Ах, да. Сделаем, но из другого материала. Я хочу подать моему ученику камень, который подарил мне мой учитель. Саур, этот камень твой. Как же так? Он твой. Дядя Пепенье, это же по-русски мрак. Перебери, родник. Это решено. Только сделай что-нибудь красивое. Дядя Пепенье. Да-да-да, инбельфам. Постарайся создать что-нибудь величественное. Помни про медление смерти подобно. Пей по камню. Правда? 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 Твой. Я из него сделаю. Твой. 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 ОSal и обама. Я тоже при elegу. А? На issue это? Субтитры подогнал «Симон»